Донецких детей учат расстреливать украинцев. Этот вброс гуляет уже пару дней. Подхватили его все. Все. То есть все. От и до. Понесли издания, ранее которые не славились распространением вбросов. В подтверждение слов о том, что донецкие школьники разыграли сценку, в которой показали как надо убивать украинцев, служит фотография. Расстрел Украинцев РФК, Индепендент Ньюз, непонятно что, Деловая Столица, последняя новость, Корреспондент. Это показали 9 канал Израиль. Школьников Донецка учат расстреливать украинцев. Газета ЮА. Я просто почему? Красноярские новости вот обязательно. Детям показали как убивать украинцев. Архиангельск инфо. Вот смотрите, в этих новостях называют номер школы. По номеру школы можно прекрасно найти этих детей. Не писать вот такие вот комментарии по поводу того, что убивать их всех, мочить их всех, закопать живьем, а я читал и такое. А просто найти, выйти на них. У нас это заняло порядка, ну где-то часа. Мы за час смогли связаться и найти этих детей. Для того, чтобы взять у них комментарии. Для того, чтобы узнать, а что же там было на самом деле. У меня состоится впечатление, что их не хотели найти. Украинские СМИ прекрасно находят родителей, двоюродных сестер, спецназовцев, которые гибнут на территории Украины. В последнее время в новостях постоянно звучит одно. Местные жители за 100 гривен сдают позиции украинских войск. Местные жители не принимают украинскую власть. Местные жители ненавидят войска. Местные жители, смотрите, даже дети в школах учат расстреливать украинцев. А знаете, что это? Это оправдание ненависти, оправдание обстрелов. Это разжигание ненависти и провокация обстрелов. Их убивают, но их не очень-то и жалко. У них даже дети наших солдат расстреливают на сцене. Вы поняли, да? Ну а теперь интервью с пацаном, который, в общем-то, всё скажет лучше, чем можно было бы сказать. Умирать! Соро! Можете представиться? Можно фамилию не называть? Да, конечно. Ну просто, что, как бы, это ты пил, да, там? Да, пил. Ну, расскажи, что это было вообще? Ну, это, как бы, было посвящено к 9 мая, 70-летие Победы. Нас попросили выступить в школе, была сценировка песни. Как бы, была показана братоубийственная война, то есть, сначала убивают бойца ДНР, боец украинской армии, а затем другой боец ДНР убивает бойца украинской армии. Потом возгружается флаг, ну, Георгиевская лента, получается, ну, как символ Победы. Я понял. А, то есть, вы сами не в школе в этой учите? Я там учусь, в 10-м классе. Ну, и сценарий, сценарий было такое же? Ну, просто читали, наверное, да, там, учили убивать украинских тел, да? Нет, нет, мы как бы просто сами это придумали, просто, как бы, инсценировка. Ну, как бы, бойцы сидят на привале, вдруг забегает диверсант, они стреляют одного бойца, а тот бойцы стреляют другого. Ну, как бы так. А, я понял. А кто вообще сценарист там выступал? Тоже какие-то пацаны, да? Ну, как-то, ребят, мы сами придумали. Ага, я понял. А когда это произошло? Это было когда? Это было 8-го мая в школе. А, то есть, это четко на День Победы, да, это было? Да, перед этим днем, прям. Угу. Я понял. Ну, а как вообще после того, как вот это вот почитал во всех СМИ, в том числе российских многих, ну, оппозиционных, о том, что это там убийство, там все, как вообще ощущения? Ну, конечно, немного в шоке, потому что, как бы, есть родственники в Украине, но пока вроде бы не знают, но все равно как-то, ну, неприятно. Немножко написали, там, перековеркали, как бы, под свой лад, поэтому, как бы, неприятно немножко. Ну, а как ты думаешь, зачем это делается? Зачем намеренно вот такие вещи распространяются в бросы? То есть, можно же было вот связаться с вами, правильно? Можно же было вас найти, это же не очень трудно, правильно? Ну, а почему так происходит? Ну, идет информационная война, все-таки все это понимают, вот. Поэтому они, у них просто такая привычка, они берут кусочек видео, либо же фотографию, где четко видно, что там совсем не то, что показывали. Ну, а не подростков в это втягивают, ладно, информационная война, но когда втягиваются, допустим, там дети, да, школьники, то мне кажется, это не вполне нормально. Ну, от имени школьников можешь что-то сказать этим взрослым людям, которые сидят в редакциях и вот такие делают вбросы, направленные, опять-таки, на взрослых людей? Потому что комментарии, допустим, я читал, я не хочу никак, никоим образом тебя настраивать, но да, на обозревателя я читал комментарии, убить, взорвать школу. Ну, то есть, наверное, взрослые люди в своих редакциях понимают, что они делают. Что ты можешь им сказать? Ну, я просто хочу сказать, что не единожды стрелы уже прилетали в нашу школу и сами попадали под обстрел. Поэтому, как бы, пусть думают своей головой, что они делают и следят за своими ребятами, которые продают кровь украинских, ой, российских младенцев у себя в школах. Угу, я понял. Спасибо, хорошо. Всё, держитесь. Всё, спасибо, до свидания. Пока. Субтитры подогнал «Симон»